интересно на что они все рассчитывают когда они голосуют за свои законы золотые крендели россии уровень противостояния и взаимного недоверия в обществе сейчас превысил уже все разумные пределы и как бы кто не хотел быть чистеньким выходить из кризиса придется вместе все на выборы все на выборы все на выборы о принципиальности мы начали войну я и мой друг депутат дмитрий гудков но не подумайте не друг с другом а с коррупцией в госдуме было это осенью 2011 года я никогда не считал жанр разоблачений своим когда толпа кричит а ту спни его даже если по делу я испытываю чувство брезгливости когда очередной навальный талантлива разоблачает очередного Пехтина или, прости господи, Малышеву. Я политик, радуюсь, но я человек, стараюсь отойти в сторону. Конечно, ассенизаторы нам нужны, но меня к этой работе как-то не тянет. Мне не нравится ломать, пусть даже это судьбы врагов, я предпочитаю строить. В детстве родители очень переживали из-за моей увлеченности пионерией и политикой. Они боялись, что из меня вырастет Павлик Морозов. Не то, чтобы кто-то опасался, что я побегу сдавать в КГБ папу и маму, иногда прятавших в нашей коммуналке близ Московского университета друзей, например, руководство армянского оппозиционного комитета на Горный Карабах, но все-таки концепцию «цель оправдывает средства» они хотели из меня как можно более надежно выбить. И поэтому мы ходили в кино смотреть знаменитые перестроечные «Плюмбум» и «Чучело. Курьер» и «Покаяние». Почему-то особенно мне запал в душу фильм Говорухина, снятый по роману Агата Кристи «Десять негритят». Там некто сыграет на необитаемом острове десять преступников, каждый из которых в свое время избежал правосудия. И убивает одного за одним, а они не могут понять, кто же это делает. В итоге оказывается, что их палач – бывший судья, который тоже когда-то, случайно правда, совершил преступление, отправив на смерть невиновного. И перед тем, как застрелиться, он говорит «Только тот имеет право судить других, кто в состоянии осудить себя сам». В другой книге скажено еще четче – «Не судимте, да не судимы будете». Но в случае с Гудковым дело было в другом. Нельзя было оставить безнаказанным изгнание Геннадия Владимировича, отца Дмитрия, из Госдумы. Изгнание по наспех состряпанному несправедливому обвинению. Гудков-старший виновен в том, что занимался когда-то бизнесом. Ну, так ведь многие единороссы-депутаты виновны в том же. А также еще в злостной неуплате налогов, участии в коррупционных схемах и использовании служебного положения в личных целях. Ну, в общем, в том, что жулики и воры. И мы с Дмитрием стали искать данные о самых отличившихся представителей «Единой России». Дмитрий собрал первую порцию данных, а я же придумал название компании «Золотые крендели России» по названию одного из предприятий, принадлежавших автору печально знаменитого закона о капитальных ремонтах жилых домов Алене Николаевой. Скандал получился колоссальный. Мы смогли наполнить тезис о жуликах и ворах реальными фактами и доказательствами. Какое-то время спустя нашу идею подхватила широкая интернет-общественность, уже возглавленная Алексеем Навальным, начав с одного из кренделей, видного деятеля «Единой России» Пехтина. И я вздохнул с облегчением, что больше мне этим заниматься не нужно. Важно отметить, что мы с Димой не ограничились партией власти. Мы работали честно. «Однажды мне принесли солидную папку по одному депутату от КПРФ. Факты были убийственными. Он не только активно занимался бизнесом, но и был причастен к сомнительному захвату одного из московских предприятий. Прокуратуру не понесешь, но мерзко». Я отнес тогда эту папку Зюганову и попросил разобраться. Прошло совсем немного времени, и депутат добровольно сложил свой мандат. Как и несколько единороссов. Но другие же все-таки стали сопротивляться. Но одна порция материалов меня очень огорчила. Она касалась депутата А, которому я симпатизировал, хоть он и был единороссом. Это был его первый созыв, и до Думы он возглавлял крупное предприятие. На самом деле такой заслуженный человек, спецназовец, прямой конкретный мужик. Настоящий русский офицер. Служил всю жизнь отечеству, выполнял присягу. И вот зачем-то полез в политику. Он мне говорил, ну меня пацаны уважают, продвигают. Ну так может хоть деньгами родному городу помогу. А то же разруха на каждом углу. Я там был у него не один раз и подтверждаю. И за углом тоже такая же разруха. Говорил он вообще вполне искренне и даже страстно. Но при этом оказался видным фигурантом списка золотых кренделей. Грубо нарушил закон, став депутатом и вовремя не оставив пост главы этого самого предприятия. Он много и неумело оправдывался, только ухудшая свою ситуацию. Тем более, что у его пацанов явно оказались влиятельные недоброжелатели, которые через сеть регулярно подкидывали дров в костер разоблачения. Я отыскал А в зале пленарных заседаний Думы. Пойдем, брюмку чая, выпьем, поговорим. Рядом с залом в закрытой для посторонних глаз зоне есть буфет. Там проходят все ключевые консультации между депутатами разных фракций. Не знаю, есть ли там прослушка, а если нет, я сильно разочарован ФСО. Ну, короче, туда мы и направились. Слушай, дорогой, плохие новости для тебя, говорю. Смотри, что прислали. И показываю о копии документов, грозящих изгнанием с позором из Думы. Ну, конечно, если на то будет воля администрации президента. Я мог бы ему ничего и не показывать. Это ни на что бы не повлияло. Просто по-человечески происходящее было мне неприятно. И А реагирует обреченно. Ну, пусть юристы разъясняют. Мне уже все равно. И тяжело вздыхает. Илья, ну вот ты политик у нас. Продолжая, по моему глубокому убеждению, любой парламентарий автоматически становится политиком, но единороссам удобно считать себя ничего не решающими винтиками. И, в принципе, это близко к правде, потому что их мнение начальники явно спросят даже после моего. Ну, так вот скажи, ну за что мне все это? Вообще интересно, а на что они все рассчитывают, когда они голосуют за свои законы? Что про то, как и на какую жали кнопку, никто не узнает? Ну, это я стал объяснять А. Ему просто надо было выговориться. И моя жилетка тут оказалась самой подходящей. «За что мне все это?» – повторил он. «Ну, я же был уважаемым человеком. Меня любили. Я приносил в город деньги. Сын мной гордился». Мрачно глядя в чашку, А выпил. «А сейчас?» «Да я домой стараюсь ездить реже. Жена запилила. Зачем ты в этой партии за все это голосуешь?» Я про себя отметил, что он не первый день в ЕР, но региональные боссы редко отождествляют себя с голосованием их собственной партии в Госдуме. «Сына избили», – сказал он главную новость. «Он боксер вообще-то». А тут начали дразнить всем классом. «О, сын жулика и вора!» Ну, он в драку. «Страница меня начал. На соревнования один ходит. Представляешь? Какой я жулик и вор? Я ж офицер!» «Слушай, так уходи, чего ты сидишь тут? Охлопнешь дверью, ну, хоть восстановишь уважение. У нас же народ обиженных и раскаявшихся любит. Вспоминаю я Ельцина и Ксюшу Савчак». «Не могу я. Пацаны не поймут. Они же вписывались, договаривались». Приоткрывает А единороссовскую кухню выборов. Не знаю насчет воровства, но что-то жульническое в этом точно есть. И знаешь, что самое обидное? Никому по морде дать-то не могу. Ведь стою утром перед зеркалом, и кулаки сжимаются. Я ясно вижу. А хороший человек, но слабый. У тебя офицер. У него много для себя самооправданий. И они работают, пока система стабильная. Но как только она начнет рушиться, у него появятся другие оправдания. Почему надо перейти на сторону новой силы? Я хорошо это понимаю. Ничего нового в этом нет. Особенно если учесть, что с Единой Россией его не связывает вообще никакая идея. То есть если вот эта новая власть не станет сильно задевать его деловые и жизненные интересы, переметнется тут же. Возможно, даже предложит ей какие-нибудь выгодные ходы. История не знает примеров успешных революций и мирных преобразований, которые бы делали только люди, не связанные с действующими элитами. В какой-то момент обязательно появлялись спецы, перешедшие на сторону победителей. Не хочу называть всех их крысами, но именно они первыми бегут с тонущего корабля и ищут себе новое судно для путешествий. Вот и таким как АК, конечно, надо дать шанс перейти на сторону добра. Людей, оправдывающих себя лучшими побуждениями, вообще очень много. Я категорически против всепрощения. Но и национально-партийное шельмование тоже недопустимо. Его не должно быть. Пусть каждый решает, с кем он. Поддерживает он эту власть или за новую систему, за власть без коррупции. Повторяю, я далек от идей всепрощения. Урок 91-го года у нас перед глазами. Люди хотели избавиться от прогнившей лживой элиты, прикрывавшейся коммунистическими идеалами, но сохранить великую страну. В итоге эссерты развалили, а элита осталась. Ее самую идейную и наименее гибкую часть система вытолкнула, а остальные отказались от этических ограничителей и возглавили процесс приватизации народных богатств. Тогда еще можно было повернуть ход истории, но для этого пришлось бы провести люстрацию, ограничить в правах старую элиту. Подчеркну, это не означает огульные посадки и охоту на ведьм. Люстрация ведь это определенный компромисс, договоренность. Вы больше не лезете нами управлять, а мы не интересуемся делами, что вы делали, когда были у руля. Она не может быть выборочной, а должна охватить всех людей определенного добровольно полученного ими статуса. Скажем, в 91-м это могли бы быть члены и сотрудники аппаратов, комитетов КПСС всех уровней. Уровень противостояния и взаимного недоверия в обществе сейчас превысил уже все разумные пределы. И восстановить доверие граждан к бюрократам без люстрации просто невозможно. Но надо сделать все, чтобы как можно больше чиновников, функционеров и прочих слуг власти отдумалось и перешло на сторону добра. Им нужно протянуть руку, но не прикрываясь ложной принципиальностью. Тонкая грань между принципиальностью и сектанством вообще это известная проблема политиков всех времен. Ленин еще писал, «Все грани и в природе, и в обществе подвижны и до известной степени условны. В практических вопросах политики каждого исторического момента важно уметь выделить те, в которых проявляется главнейший вид недопустимых предательских компромиссов, и на разъяснение их, на борьбу с ними надо направить все усилия. И вести войну в сто раз более трудную, длительную, сложную, чем самая упорная из обыкновенных войн между государствами. И наперед отказываться при этом от лавирования, от использования противоречия интересов хотя бы временного между врагами, от соглашательства и компромиссов с возможными, хотя бы временными, непрочными, шаткими, условными союзниками. Но разве это не безгранично смешная вещь? Разве это не похоже на то, как если бы при трудном восхождении на неисследованную еще и неприступную до ныне гору мы заранее отказались от того, чтобы найти иногда зигзагом, возвращаться назад, отказываться от выбранного раз направления и пробовать различные направления? У швейцарского писателя Анри Амьеля на эту тему есть очень верная мысль. Более всего мы недовольны другими, когда недовольны собой. Сознание вины делает нас нетерпимыми. Это правда. Мы все, единороссы, оппозиционеры, аполитичные граждане, в равной степени отвечаем за то, как живем. Одни виноваты в том, что делали. Другие, что позволяли это делать. В конечном итоге все россияне платили налоги, которые шли на содержание жуликов во власти, в том числе на войну с Украиной. И как бы кто не хотел быть чистеньким, выходить из кризиса придется вместе. Никто из нас и наших противников на Марс-то не улетит. Наша страна состоит и из единомышленников, и из оппонентов, а общий язык надо находить со всеми. Но есть действительно принципиальные моменты, полностью закрывающие возможность любого сотрудничества. Первое – это личное участие потенциального союзника в коррупционных сделках и схемах, выходящее за рамки общепринятой деловой практики. Второе – это неготовность демонтировать в России систему личной власти и запретить любые монополии, как в политике, так и в экономике. Третье – это явное или тайное отрицание народа как источника власти и приоритета интересов рядовых граждан над интересами государства. Все это – вопросы фундаментальных ценностей. А остальное – это просто выбор самого быстрого пути к победе. Но на этом пути много преград, причем серьезных. Наше наступление встретит очень сильное и жестокое сопротивление. Но, как говорил Данте, следуй своей дорогой и пусть люди говорят что угодно. Пример такого подхода, например, Борис Немцов. Я вновь вспоминаю о нем не зря. У нас всегда было очень мало общего. Случались даже и прямые столкновения. И обвинения с его стороны, которые заканчивались прояснением отношений. Не стану судить о глубине и искренности его политических убеждений. Хотя в его биографии были очень разные страницы. Но все-таки явных отступлений от своих взглядов я не наблюдал. Он был последователен в своих политических и практических действиях. То есть был честный и искренний человек. И вот за это я Бориса очень уважаю. Но это никак не мешает мне критиковать его взгляды и поступки. Я это делал, делаю и буду делать. Нельзя было соглашаться на перенос первого нашего митинга с площади революции на Болотную. А обосновал этот перенос прежде всего Немцов. Тем, что якобы у памятника Марксу мало места и может возникнуть давка. Хотя места там море. И прекрасно хватило бы всем нашим сторонникам. А противники оказались бы в куда более сложной ситуации, поскольку контролировать огромную массу протестующих в зоне между отелем «Метрополь» и зданием «Манежа» у стен Кремля и в непосредственной близости от Красной площади куда как сложнее, чем окружить ее в сфере за Москварикой, отделив от Кремля мостом. Что побудило Немцова тогда согласиться на Болотную и убедить в этом большинство оргкомитетов? Очевидно, что страх перед развитием событий, которые он не мог бы ни предсказать, ни контролировать. Ну, конечно, также и желание возглавить процесс, в стороне от которого он оказался в начале декабря 2011 года. В 2004 году он был в Киеве, на Майдане, и выступал там, и явно был вдохновлен тем, что увидел. Но одно дело восхититься, будучи гостем революционных событий в другой стране, и совсем другое – осуществить то же самое у себя дома. Эта нерешительность в отношении политических действий, направленных на взятие власти – важный фрагмент его мировоззрения и вообще мировоззрения многих современных либералов. Бориса устраивал протест, но он не был готов бороться и побеждать революционным путем. Его радовало, что на митинг пришло много тысяч людей, но он не мог вообразить, что они захватят власть. Он был готов и умел торговаться за позиции и уступки, но был не готов к прямой, неуправляемой политической деятельности масс, которая неизбежно оказалась бы жесткой, а может быть и насильственной. Но надо отдать должное, ему хватало принципиальности, убежденности и отваги идти своей дорогой, кто бы что ни говорил, последовательно и ярко выступать против политика Путина и его группы. Что в конечном итоге и привело к его трагической гибели. И проявляя принципиальность по отношению к Борису, скажу прямо – эта гибель для меня такая же беда и трагедия, как и для его горячих сторонников. Когда въезжаешь в Нижегородскую область, невольно удивляешься отличному качеству шоссе, ведущего к ее столице. И шофер, если он из местных, никогда не забудет пояснить – о, эту дорогу построил немцов. Я вспоминаю об этом не зря. Потому что эта дорога стала для меня одним из символов возможных перемен в бескрайной стране, для которой дороги – это не только образ, но и кровеносная система, по которой идеи распространяются в умах. Лето 2012 года. Приближаются выборы Координационный совет оппозиции. О связанных с ними интригах я уже писал. Напомню, что я видел этот совет рабочим штабом оппозиции. Боевым, исполнительным, если угодно, распорядительным органом, работающим на нашу победу. То есть на смену власти в стране. А в крайнем случае – на вхождении несистемной оппозиции, правой и левой, во власть. А Борис Немцов, Алексей Навальный и другие либералы хотели учредить что-то вроде оппозиционного квазипарламента. Такого совещательного органа. Думаю, сегодня я никого не обижу, если назову этот формат уговорильным. История столетней давности показала провал учредительного собрания. Неудачей стал и координационный совет. Так или иначе, но идею его создания и конструкцию я согласовал с находящимися под арестом Удальцовым и Навальным. Прямо в изоляторе. Втроем мы тогда согласились на концепцию штаба революции. Я стремился распространить деятельность совета на всю страну и обеспечить представительство регионов. То есть принципиально важно было, с одной стороны, провести голосование в совет в большинстве субъектов федерации, а с другой – создать команду, работающую в нем на смену власти. Чтобы это обеспечить, я предложил устроить совместный для всех кандидатов агитационный тур по большей части российских регионов. Я вообще очень люблю путешествовать на машине, где я только на ней не ездил. От Москвы до Красноярска доезжал. Ездил я отдельно в Иркутске, в Якутске, везде. Я знал и знаю огромное количество путей из пункта А в пункт Б, не по трассе, где ждет полиция, а в объезд. Отсюда, собственно, и проросла идея автопробега. Изначальный замысел был в том, чтобы арендовать большой автобус, красочно и привлекательно его оформить, посадить в него ярких, убежденных, заведенных, умеющих говорить и желающих работать агитаторов, кандидатов на выборы в координационный совет и ездить в нем от точки к точке, как такое мобильное политическое шоу, на которое все будут забегаться, где идет публичная дискуссия и, собственно, рождается команда. А сопровождал автобус, чтобы кавалькада машин региональных активистов. И автобусную агитбригаду, и людей на машинах время от времени должны сменять другие. Ну и так, чтобы с шумом и помпой. Вот так мы должны были привлечь внимание к выборам в совет. Ну а заодно вообще продвинуть тему оппозиции, честных и справедливых выборов и вообще всей протестной повестки еще тогда актуальны. Я предложил коллегам по оргкомитету оппозиции поучаствовать в этом проекте деньгами. Но никто не согласился. И финансирую я его сам. В конечном итоге я депутат, у меня хорошая зарплата, когда-то занимался бизнесом, были небольшие сбережения, ну а никакие фантастические суммы нам и не были нужны. Между тем власти, узнав о проекте автопробега, решили меня наказать. Я тогда работал над созданием и финансированием работы лагеря волонтеров, ликвидаторов наводнения в Крымске, что на Кубани. И все пожертвования шли через мои электронные кошельки. Яндекс.Деньги, Пейпел и так далее. Много-много-много маленьких взносов. Это вообще был первый пример большого краудфандинга оппозиции в России. И собрали мы гораздо больше, чем кто-либо еще. Причем очень маленькими суммами. Всего порядка 600 тысяч долларов. Это было очень много по тем временам. А чиновники сказали, а мы вот не уверены, а нет ли тут аферы. И Росфинмониторинг, то есть государственное агентство, занимающееся борьбой с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, замораживает мои счета. Строго говоря, они имеют на это право. По международным правилам много мелких пожертвований через интернет-кошельки считаются подозрительной активностью. Ну а вдруг люди так наркотики покупают? Но это имеет все для меня крайне негативные последствия. То есть, прежде всего, это автоматические дефолты по кредитам. Ведь я же не супер богат, и у меня довольно много было кредитов, машины, все такое. А дефолты означают, что банки разом предъявляют много требований о возврате денег. А их нет. Так что на автобусе и автопробеге с помпой приходится ставить крест. Но я же человек упрямый. И придумывают другой вариант. Куда дешевле? Идея была проста, как валенок. Мы летим в первый город, Красноярск. А дальше на машинах красноярских товарищей едем в следующий город, Томск. Проводим там, где можем в пути, митинги и встречи. Потом красноярские ребята едут домой, а мы, пересев машины томских товарищей, едем до следующего города, Кемерово. Ну, и так далее. Оказалось, это был очень сильный ход. Прежде всего, с точки зрения партизанской борьбы с властью. Когда мы планируем пробег, я, как требует закон, естественно, заранее сообщил о нем в ГИБДД. Ну, а они-то решили готовиться и готовили на нас облавы. Под видом обеспечения безопасности, разумеется. Сотрудники получают инструкции нас ловить. Ага, ловить-то тут оказалось некого. Машины местные, их много, они меняются и едут без символики. То есть, повода обеспечивать безопасность-то нет. А кроме того, мы часто едем объездными путями, о которых я уже говорил. И въезжаем в город там, где нас не ждут. Поэтому, хотя и пытаются, нас нигде не перехватывают. Итак, мы за месяц проезжаем 15 тысяч километров и 80 городов. Жаль, но из оппозиционеров федерального масштаба весь путь со мной едет только один человек. Легенда демократического движения Михаил Шнейдер из «Солидарности». И двое еще то приезжают, то уезжают. Это были немцов и удальцов, которые очень хорошо понимали важность работы в регионах. Еще были Дмитрий и Геннадий Гудковы на отдельных этапах трассы. Но остальные пробег полностью игнорируют. А вот мы доезжаем до Старого Оскола в Белгородской области. Область в политическом плане крайне жесткая. И именно там я почувствовал себя немного Остапом Бендером. В тот момент, когда я в сотый раз пламенно рассказываю с трибуны, как железный конь идет на смену крестьянской лошадке, и что мы бьем автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, ко мне в точности, как к книге Ильфа и Петрова, подходит наш местный соратник и на ухо шепчет. Шоссе в Курск, по которому мы должны ехать, полностью перекрыто. Там не то, что проверяют машину, просто трассу перегородили. И она стоит. Ну а нам надо в Курск. И это в том случае была единственная дорога. Объезды такие дальние, что на следующий митинг никак не успеть. А куряне ждут. Я завершаю речь и держу совет с принимающей стороной. Ну и надо же такому случиться. Обычно региональный организатор – люди небогатые. А тут был человек состоятельный. И он мне так убедительно говорит. Лялович, спокоен. Вопрос решил. А сейчас пообедаем, водочки завтра пробег поднимем. Ну, звучит, конечно, соблазнительно. И водочки в этой ситуации, тем более, если за рулем не ехать, конечно, хочется. Соглашаюсь, идем, выпиваем, кушаем. Ну, смотрю на часы. Надо же ехать. А вон, все хорошо. Доберемся вовремя. Давайте еще по одной. Несу второе блюдо. Слушайте, поехали, говорю. А то никак не успеем. Нас курские люди ждут. Илья Владимирович, ну, я же вам говорю. Мы местные. Знаем, как это делать. Давайте еще по водочке. Компотик. Пиваем компотик. Ну, все. Давайте, простите. Дальше никак. Ага, говорит с интонацией Юрия Гагарина. Вот теперь поехали. Выезжаем. И едем в совершенно неожиданном направлении. Какой-то лес. В лесу петляем. И выезжаем на поляну. На поляне стоит вертолет. Вот. Ильтон с выражением. Карета подана. Оказывается, он сам и его ближайший соратник тоже участвуют в движении. Бывшие военные пилоты-афганцы на досуге занимаются вертолетным спортом. Вот вертолет. Я знаю. Говорит летчик, где там менты. Сейчас мы им покажем. И летит на вертолете вдоль дороги. Два метра над землей. Ну, жестко. Бреющий полет. Он же военный летчик. Знает, как надо. Но страшно жуть. И делает два захода на ментов. А те в рассыпную от машин по кюветам. Вот говорит, теперь летим в Курск. И прилетаем в итоге тютелька в тютельку. Больше нас ловить не пытаются. Дальше мы из Курска в Брянск. Из Брянска в Смоленск. Дальше Псков в Питер. Новгород. Оттуда в Тверь. А из Твери уже в Москву. И в каждом городе митинг. От нескольких сот до несколько тысяч человек. Всюду по-разному. Очень много зависит от местных организаторов. Кто-то больше может собрать. Кто-то меньше. Где-то провалы. Но где-то наоборот неожиданный успех. И всюду наша задача рассказать про выборы в Координационный Совет. Про его суть. Про события в Москве и в движении. И все на выборы. Все на выборы. Все на выборы. Для людей в регионах это много значит. А москвичи, как говорится, кладут с прибором на всю эту региональную тематику. И в автопробег не едут. И вообще этот проект никак и никто в так называемых больших СМИ не освещает. Вся оппозиционная пресса молчит. Хотя это единственная акция белой ленты, нацеленная на продвижение наших идей. И охватившая подавляющее большинство российских территорий. Для нас вообще это огромный и важный опыт. Но либералы тем временем все равно сидят в Москве и решают вопрос. Ну, а итоги вы уже знаете. Эта глава вообще называется о принципиальности. Как видите, я принципиально не ставлю им оценку. Ее уже поставили российская политика и еще поставит российская история. Идей на им близкому Борису Немцову, с которым был с нами, свою. А вот московским либералам свою. Движению белой ленты свою. Но главный разбор полетов проведут все-таки граждане страны. После смены власти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok